Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этой статье я подготовил для вас 5 видеоуроков на различные бесплатные плагины Joomla. Из этих уроков вы узнаете Эмоджи – необычный способ оценивать ваш контент, ваши статьи в Joomla смайлами, а также плагин «Палец вверх», «Лайк» или «Дизлайк» с возможностью оставить комментарий. Это очень интересно. Рассмотрим. Современная фишка – время чтения. Небольшой плагин, который будет показывать, сколько у человека уйдет время на чтение вашей статьи, подсчет знаков и так далее. Прелоудер – красивый эффект анимации, пока ваш сайт загружается. И если вы хотите держать в чистоте ваш сниппет в поисковой выдаче Яндекса и Гугла, автоматический подсчет знаков, когда вы создаете статью. Об этом обо всем в следующих 5 видео. Итак, в первом видео данной статьи я хочу показать бесплатный плагин «Эмоджи». Это возможность вот так вот лайкать, оценивать ваши статьи, ваш контент «Джумла» вместо скучных звездочек. Вот такие вот смайлы. Есть и недостатки у данного плагина. Давайте рассмотрим. Чем хорош данный плагин? Можно поставить лайк, другие у нас становятся неактивны. Можно задать так, чтобы только через отслеживание IP-адреса, чтобы человек не накручивал вам здесь лайки. И можно выбирать, на каких статьях нужны нам эти лайки, эмоджи, а где это отображать не нужно. Где скачать? Вот есть такой разработчик. Ссылки все я оставлю на своем сайте fedorvasilev.com в данной статье. Сразу забегая вперед скажу, что у данного разработчика три плагина бесплатных. И все три мы будем рассматривать в рамках данной статьи. И начали мы с вами вот с этого эмоджи. Давайте на другой свой тестовый сайт, где нет этого плагина еще, я его установлю. Перетаскиваю плагин в Joomla. Произвожу установку. Нас встречает вот такое приветственное окно от данных разработчиков. Установка плагина успешна. Перейдем в плагины. Давайте найдем данный плагин. Вот он, эмоджи. Видим из названия. Включаем его. Перейдем в настройки. На первой вкладке настройок у нас нет. Перейдем на вторую вкладку базовый. Данный плагин имеет русский перевод. Хоть какой-никакой, но есть. Загружать библиотеку jQuery. Если ваша страница не загружается, jQuery вы можете загрузить здесь. То есть, если у вас каким-то другим расширением используется эта библиотека, то включать ее не надо. Показать, скрыть мобильный. Вот здесь как раз таки есть вопросы. Дело в том, что данный плагин на тестовом сайте у меня, во-первых, он не имеет мобильную версию. Если мы посмотрим через имитацию мобильного устройства, мы видим, что эти лайки, видите, уходят за края. Это говорит о том, что это не заточено под мобильным устройством. А все мы знаем, что сейчас в наше время у нас мобильные устройства являются в приоритете. Все компьютерные стационарные моменты ушли на второй план. Поэтому нам нужно заботиться именно о мобильных устройствах. Но здесь есть опция отключения. У меня на тестовом сайте она не сработала. Здесь какие варианты? Либо написать разработчику, он в любом случае это исправит, если это действительно не работает. Посмотрите, будет ли работать у вас. Это второй сайт. Давайте на втором сайте проверим, который находится прямо на хостинге. Показать на мобильном устройстве выберите нет. То есть здесь стоит скрытие или показать. Ну давайте сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся. Пройду в какую-нибудь статью, видим эти эмоджи. Посмотрим через имитацию мобильного устройства, видим, что не мобильно это все. Но опять же, через сам смартфон я заходить не пробовал. Скорее всего, там тоже будет это не смотреться. Посмотрим, если включим показать. То есть вот эта данная опция, я так полагаю, она возможно не срабатывает. Или это надо заходить прямо через смартфон. Хотя я не поленился даже в процессе записи этого видео. Я зашел реально со своего смартфона на свой демо сайт и я ошибался. Смотрите, действительно имеет мобильную версию и это работает. Впервые столкнулся с тем, что на имитации мобильного устройства я вижу дефект, что как будто бы это не работает, но по факту на реальном устройстве вы видите на скриншоте все красиво отображается. То есть на мобильном смотрится все нормально. При этом у меня выбрана опция вот здесь вот показать. Соответственно, если мы нажмем скрыть, вообще на мобилке выводиться не должно. Включить проверку файлов куки. Ну то есть это лучше оставить включено, чтобы не было накрутки этих лайков вашими пользователями, зрителями. Включить проверку IP-адреса тоже можно включить. Исключить пункты меню можно ваши. Исключить статьи, там где не нужно отображаться эмоджи. Исключить категории. Давайте просто исключим какую-нибудь статью. Просто для проверки. И есть еще вкладка пользовательский код, где можно задать свои стили. В этом надо хорошо разбираться. В принципе, вот они все настройки. Мы с вами это все настроили. У нас лайки работают. Видно, что я не могу после обновленной страницы кликнуть еще раз, потому что система запоминает, что это я. И мы избегаем накрутки данных лайков. И давайте проверим, как скрывается на других статьях. Захожу в эту статью, видим, эмоджи здесь нет. Потому что на данной статье данный плагин я скрыл. Неплохой плагин, необычный. Такого раньше я на Джумла не встречал. Думаю, вам тоже понравится. А в следующем видео вас ждет интересное видео про бесплатный плагин, который связан тоже с статьями Джумла. Это возможность оценивать статью как лайком или дизлайком. Только это отличается от подобного функционала, как, скажем, YouTube. Потому что человек не сможет оставить, например, дизлайк, если не оставит комментарий. Таким образом вы можете собирать статистику и определять, что вашим зрителям нравится, а что не нравится. Тем самым в будущем улучшая свой контент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!